Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этом служении. Очень прекрасная программа, стихотворения, пения, хоровые произведения, общим пением. Спасибо, братья, за общие пения прекрасные. Просестры, подходит время наше заканчивать это последнее служение в этом году. Желание моего сердца вместе с вами, у кого есть Библия, давайте откроем книгу пророка Исаии. 21 главу. Книга пророка Исаии, 21 глава. Прочитаем два стиха из этой главы, 11 и 12 стих. Пророчество о думе. Кричат не с сеира, Сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи! Сторож отвечает. Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Братья и сестры, мы не случайно избрали тему для последнего служения в этом году. Я думаю, что эта тема как никакая другая очень хорошо отображает реальную ситуацию нашего времени, в котором мы живем, и состояние многих и многих людей. Мир очень изменился за последнее время, согласитесь. Страх, неуверенность, паника, отчаяние, потеря близких. О чем сегодня люди говорят в средствах массовой информации? О чем сегодня говорят верующие люди? люди, что слушают, к чему прислушиваются, на что надеются. Вы знаете, и у людей задают вопрос, особенно в странах, благополучных странах, как Соединенные Штаты, как Европа, привыкшие к размеренному образу жизни, стабильности, а это когда-то закончится или нет? Есть плохая новость, братья и сестры. Нет, не закончится, будет продолжаться. Будут продолжаться, будут новые эпидемии, будут войны, будут болезни, будут землетрясения, будут глады, лучше не будет. Это вас утешило? Это приводит нас, братья и сестры, к серьезной реальности, к эквирующих людей, к пониманию мира, обстоятельств, в которых мы живем. Вы знаете, когда мы смотрим на тексты Священного Писания из Ветхом Завете, согласитесь, для многих из нас это непонятные какие-то истории. Мы не можем понять, почему те события, которые происходили когда-то в истории человечества, связаны с языческими народами, с израильским народом, помещены в те или иные отрывки, главы Ветхого Завета, книги пророк Исаии, Езекииля, Еремии, плач Еремия. Вы знаете, Слово Божие удивительно, уникальнейшим образом написано. События, которые происходили в прошлом, имеют отношение к нашему времени, к истории человечества, имеют отношение к будущим событиям. Братья и сестры, текст, который мы прочитали сейчас, вся 21 глава, описан, имеет отношение к реальным событиям, которые происходили в 7 веке до Рождества Христова. Я немножко веду в курс события, чтобы понимали контекст Писания, почему возникает этот вопрос. Дело в том, что Ассирийская империя господствовала в то время. Ассирийская империя имела власть практически во всей, вот на той территории, той части мира. Но был Вавилон. Тогда очень слабый Вавилон. Только зарождалась эта империя, но она претендовала тоже для того, чтобы свергнуть иго Ассирийского царства. И Ассирийский царь не позволил этому произойти, он пошел войною. Дело в том, что под властью Ассирийского царства было много народов. Эти люди связывали свою надежду с Вавилоном, что произойдет война, и наконец-то Ассирийское господство, империя будет свергнута. Но это не оправдалось. Произошла жесточайшая битва. И как мы читаем в 9 стихе, вот идут люди, всадники на конях, потом возгласил и сказал, «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Десятый стих. «Измолоченный мой и сын гумно моего, что слышал и от Господа Савоофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Вот в этом отчаянии, в этой потере надежды этих народов звучат вот эти слова. «Сторож, скажи, сколько ночи?» Братья и сестры, вопрос не идет о времени суток. Вопрос не стоит, сколько времени осталось до конца ночи. Вопрос намного глубже. Вопрос озвучивает состояние людей, когда это закончится. То, что мы сегодня слышим, придет конец всем этим ограничениям, бедствиям, болезням, смертям. Сколько сегодня семей страдает от того, что потеряли близкие, родные? Кто-то находится сегодня в госпитале, а он на удре болезни, кто-то похоронили. Люди находятся в таком состоянии, когда это закончится. То же самое люди, которые были, надеялись, они задают вопрос. «Сторож, сколько ночи?» Вопрос не времени суток, не уточняется, сколько часов осталось до утра. Вопрос, как долго будут продолжаться эти набеги, эти опустошения, плен, разрушения. Как долго? Почему, интересно, вожди Едома пришли пророки Исаии? Почему со своими отчаяниями они не пошли к гадалкам, астрологам, предсказателям, хотя у них было очень много в Ассирийском царстве? Они понимали, что есть только один живой Бог, который может дать им ответ. Поэтому они идут к пророку Исаии и задают вопрос, «Как долго это будет продолжаться?» Интересно, что в 6 стихе Павел обращал внимание на этот стих. Бог обращается к пророку и говорит, «Погиб, остав сторожа, пусть он сказывает, что увидит». Потому что на протяжении всей истории человечества Бог использовал особых людей, особых людей, которые называют пророками или сторожами, которые стояли на страже, предупреждали, возвещали, напоминали, пробуждали, звали к покаянию, к спасению людей. Нам хорошо известен, братья и сестры, праведник Ной. Помните, проповедник правды. Сколько Ной возвещал и пробуждал людей. Сколько строился ковчег. Братья и сестры, Ниневия однажды услышала, увидела на городах своей улицы необычного человека. Я думаю, после того, когда Иона пробыл 3 дня и 3 ночи во чреве Китауна, и внешне, наверное, изменился, его проповедь была очень короткая, он ходил, возвещал, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Иногда Господь, братья и сестры, непонятным и даже, я бы сказал, неестественным образом обращался к тому или иному народу, посылал своих вестников и пророков, чтобы они могли предупредить людей об опасности и грядущем суде. 20 глава, у кого Библию откроете, обратите внимание, 20 глава, выше глава, мы с 21 главы читали, 20 главе, вторым стихе, Бог обращается к пророку Исаии, и обратите внимание, что он говорит. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так пойди, сними в реки счастье чрез твоих, сбрось сандалии твои, с ног твоих. Он так и сделал. Ходил ногой и босой. Господи, почему это так? Почему ты своего пророка, великого пророка Божьего, поставил такое положение пред людьми? Ходить ногим и босым. Какое унижение, Господи, что ты хотел достигнуть, какой цели, используя пророка в таком виде, некрасивом, бесстыдном? Ответ мы находим, братья и сестры, в 3-6 стихе. И сказал Господь, как раб мой из Исаия, ходил ногой и босой 3 года, братья и сестры, не 3 дня, 3 года. В указании предзнаменований о Египте и Эфиопии, и 4 стих, так поведет царь Ассирийский, пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, ногими и босыми, и с обнаженными чреслами в посрамление Египту, братья и сестры. История человечества непостижимым образом приходит из текста Ветхого Завета, но показывает нам образ Бога, Отца, Бога любящего, Бога милосердного, Богу, которому не безразлично ни Египет, ни Ассирия, ни Эфиопия, все люди дороги, потому что Он Творец, Он создал. И прежде вековых времен, прежде создания мира произошло что-то удивительное. Был принесен агнец заклонный уже тогда. Бог готовил Иисуса Христа, поэтому использовал любые методы и средства, даже непостижимые, может быть, для нас и для нашего разума, братья и сестры. Что говорит за Исаию, когда мы читаем, что пришла полнота времени. И прошлое воскресенье, мы об этом говорили 25 и 26 числа, мы говорили о удивительной личности. Бог явился во плоти. Бог принял тело человека. И когда пришло время, Иисуса Христа, братья и сестры, не просто обезобразили, унизили, оплевали, я бы сказал, полуобнаженного, подняли на кресте пред всем миром и распили Бога. За что? Бог возлюбил этот мир. Бог не хочет смерти грешника. Бог многократно и многообразно говоривший издревле в пророках в последние дни говорил нам в сыне. Мы слышали об этом слово. Братья и сестры, этот отрывок, который мы с вами прочитали, имеет отношение не только к народам, которые жили в 7 веке до Рождества Христова. Народы, которые ожидали, что власть и господство Осирии будет сломлено Вавилоном, но этого не произошло. Этот отрывок имеет отношение к каждому периоду времени, в котором жило человечество. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, правительство Великобритании в один из дней заседало всю ночь до раннего утра. И когда только начало расцветать, они рассуждали, советовались, много было вопросов, как жить в стране в это время, что ожидать, как остановить войну, как быть в стране. Ночь подошла к концу. Они вышли на улицу, все правительство, шли пешком. В то время еще улицы и столбы, фонари не освещались электричеством, а освещались газом. Были газовые фонари. И был специально представленный человек, который вечером, когда смеркалось, включал газовые фонари, а утром, когда наступало утро, он их выключал. Они как раз попали на это время, когда этот человек выключал эти газовые фонари. И вы знаете, один из министров, министр иностранных дел, Эдуард Грей, вслух произнес одну фразу. Он сказал следующее слово. Фонари гаснут по всей Европе. Нам уже до конца своих дней жизни не суждено увидеть их зажженными вновь. Этот человек оказался прав. Это были пророческие слова, и они относились к духовному состоянию всей европейских стран последующие годы. История говорит, что Великая депрессия, безработица, хаос привлек власти Гитлера. Италия подпала под власть Муссолини. Началась Вторая мировая война. И многие страны, как Франция, Великобритания, настолько были подавлены, разрушены, не только политически, экономически, но прежде всего духовно. И вы знаете, эти страны, старый мир Европы умирал, чтобы уже никогда не воскреснуть в своем древнем великолепии. И в первую очередь оказалось духовной жизни людей. Братья и сестры, и речь идет о странах, когда-то, где воссиял свет реформации, где проповедовал Мартин Лютер, где было величайшее пробуждение, где церкви были открыты для миллионов людей, где печатались и распространялись Евангелие и Библия. Что происходит сегодня в Европе? Церкви опустевают, закрываются, превращаются в музеи, или в бары, или в рестораны. Но вместо церквей христианских растут и возводятся по всей Европе мечети, где по утрам громко через усилитель имам приглашает всех к утренней молитве. «Сторож, сколько ночи?» Это не вопрос времени суток, это вопрос состояния сердец людей, когда это закончится. Этот отрывок, который мы с вами прочитали, стих, вопрос, это крик, это вопли, «Сторож, сколько ночи имеет отношение и к стране, в которой мы живем, братья и сестры?» История Америки, она уникальна, история говорит о том, что когда в основании этой страны были люди, люди, которые взяли в основании Конституции основных законов, законов вероисповедания, законов свободы слова, других основных законов, взяли эту книгу, Библию, провозгласили ее Словом Божьим и строили на этом жизнь общества, людей, братья и сестры, Бог благословил Америку. Это была сильная страна. И то, что Америка имеет сейчас, эта страна, это только остатки, может быть, последствия, благословения тех благочестивых людей, которые стояли на коленях и просили, «Господи, благослови эту страну!» Америка знает имена Муди, великого проповедника. Америка знает имена других проповедников Джонатан Эдвардса, Джонатан Эдвардс, которые совершали великие дела Божьи на этой земле, в этой стране. История говорит, что в Пенсильвании когда-то было большое пробуждение, города Филадельфия, Питтсбург, в воскресенье все было закрыто, кроме церквей. И сотни тысяч людей устремлялись в дома молитвы в церкви. И Бог благословлял эту страну. Но за последние 70-80, где-то около 100 лет произошли коренные изменения в стране, в которой мы живем, братья и сестры. Однажды Америка сделала выбор в полюс зла, запретила молитвы, чтение Писания в школах. Однажды в этой стране были приняты законы, которые позволили убивать младенцев нерожденных. Это происходит ежедневно, ежечасно. Однажды Америка сделала выбор в пользу зла и коренным образом изменила библейское понимание семьи и брака. И заявление о том, что брак – это брак и отношения между мужчиной и женщиной сегодня вызывают недоумение, непонимание и даже презрение в этом обществе. Самое страшное, что наши маленькие дети, которые посещают школу, подвергаются страшному обольщению с самого маленького возраста им внушают, что у них есть выбор определить свой пол, кем им быть, мальчиком или девочкой, мужчиной или женщиной. Однажды эта страна сделала выбор и легализовала марихуану и другие наркотики. И сегодня люди удивляются, почему так в мире, в этой стране много преступлений на этой почве. Сторож, сколько ночи можно было продолжать бесконечно перечень этих страшных событий, законов, что происходит в этой стране. Сторож, сколько ночи? И мы слышим ответ. И мы слышим ответ сторожа. Ответ, который находится в 12 стихе. Сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, прекрасная весть, не правда ли? Приближается утро, но вы знаете, немножко построен ответ удивительным образом. Он на этом не останавливается, сторож, и он говорит, приближается утро, но затем продолжает, но еще ночь. Каким образом понять вот это выражение, что хотел пророк этим сторож ответить? Что в себе содержит этот ответ? За что держаться, на что надеяться, на утро приближаешься или смотреть на продолжающуюся темноту, и как долго будет эта темнота еще продолжаться? На мой взгляд, братья и сестры, вот это выражение очень хорошо показывает духовную реальность, в которой человечество, начиная Адама, находится много веков и тысячелетий. Приближение утра началось еще в Едемском саду, когда все человечество было погружено в сплошную тьму и мрак. Уже тогда в Едемском саду Бог провозгласил, приближается утро, придет семя, которое поразит змея в голову. И Адам и Ева услышали не только приговор, они услышали Евангелие, благую весть, приближается утро. Братья и сестры, почему я это выражение, приближение утра, приближается утром, я связываюсь с образом единственной личностью, личностью Иисуса Христа, потому что другой личности, другой надежды, другой звезды утренней нету и не будет никогда. Есть одна личность, которая только может принести избавление. Наступление утра связано с приходом Иисуса Христа. В книге Откровения, 22 глава, 16 стихом Христос о себе так сказал, «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». И с этой звездой связана надежда всего человечества, детей Божьих, церкви, в прошлом, настоящем и будущем. Вы знаете, когда мы читаем книгу «Числа». Помните, пророк Валаам. Пророк Валаам находился в сплошной тьме. Этот человек, пророк, обольстился подарками, и его призывали проклясть народ Божий. И вот обратите внимание его слова, его пророчества. Находясь в самой абсолютно-абсолютной тьме, он говорит следующие слова, числа, 24 глава, 16 и 17 стих прочитаем. Смотрите, как он говорит. Говорит, слышавший слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего. Что делает? Падает. Падает, но открыты очи его. И что этот пророк видит? 17 стих. Вижу его. Кого он видит, братья и сестры? Вижу Господа, его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает джезл от Израиля, разит князей Малава и сокрушает всех сынов Сифовых. Обратите внимание, братья и сестры, на 18 стих. Едом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих. Мы читали сегодня с вами пророчество о Думе. В других переводах, братья и сестры, это сокращенное слово Едом. Не Дума, а Едом. Это место в Аравии в тех местах. Обратите внимание, упоминается Сир, гора Сир, это находится на тех территориях. Что с ними произойдет? Будет под владением, и Сир будет под владением врагов своих. Но что будет с Израилем? Израиль явит силу свою. Интересно, братья и сестры, Израиль явит силу свою. Каким образом? Пророк Исаии, вернемся к книге Пророка Исаии в 60-й главе, в 1-й 3-м стихе он отвечает на этот вопрос. Он обращается к Иерусалиму, Иерусалиму, восстань. «Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Прекрасное пророчество о приходе на эту землю Христа. «Близится утро, но еще ночь». Когда мы смотрим историю Ветхого Завета, вновь и вновь, братья и сестры, Господь напоминает через свое слово «Близится утро, но еще ночь». Знаете, наступление ночи обычно символизирует угасание жизни и смерть, и для многих людей ночь – это время страха, это время опасности, это время разлуки, это время отчаяния, время тоски, время депрессии, время одиночества, время многого, что дает, знаете, вот такой, приносит не мир, а отчаяние в сердце человека. Но интересный момент, братья и сестры, что в еврейском понимании, еврейской мышлении и философии день день начинается, знаете, когда, вечером. Сумерки возвещают наступление нового дня, и суббота начинается с приходом темноты. И таким образом вечер, кажется, вопреки всякой реальности, действительности, провозглашает не завершение, а начало нового дня, провозглашает неизменную победу света над тьмой. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели Евангелия, пусть ночь, которая сегодня на этой земле, она не страшит нас и не смущает нас. Потому что, если бы не было ночи, мы бы никогда не узнали красоту и ценность света, как физического, так и духовном смысле. Близится утро, но еще ночь. Оказывается, что ночь духовная может навсегда утратить свою силу и свое присутствие в жизни человека. Каким образом? Христос говорит о себе, Евангелие Иоанна, 8 глава, 12 стих, и как это может произойти? Христос говорит, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Братья и сестры, есть одна единственная личность, о котором еще в Ветхом Завете было сказано. Христос пришел на эту землю, и мы благодарны за Его рождение. «Я свет миру, кто последует за Христом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В 12 стихе «Сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь». Обратите внимание, братья и сестры, на одну еще очень важную фразу. В 12 стихе, второпоследняя его часть, сторож отвечает, «Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». «Если вы настоятельно спрашиваете, сколько ночи, то вы должны что-то сделать, вы обратитесь и приходите». Согласитесь, сегодня у людей очень много вопросов о событиях, которые происходят в мире, о личной жизни. Кто-то утратил близких, родных, кто-то утратил надежду. Чья-то жизнь заполнена тьмой, греха и удовольствием. Кто-то думает, как уйти из этой жизни, и кто-то это делает, и делает это каждый день. И люди задают вопрос, «Как долго может происходить тьма в моей жизни?» Дорогой слушатель, дорогие друзья, может быть, и в нашем собрании есть такая душа, которая задает вопрос, «Как долго будет происходить в моей жизни вот это состояние?» Уныние, тьмы, безысходности, отчаяния, как долго? И сторож дает ответ. Если вы настоятельно спрашиваете, если для вас это небезразлично, если это касается вашего сердца, если вы хотите узнать о приближении утра, когда наступит полный день, то вы должны что-то сделать, вы должны обратиться к Иисусу Христу, который сказал, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Братья сестры, дорогая церковь, полный день, полный день своей силы, славе, величия еще не наступил. Мы ожидаем этого времени. Когда тьма еще сгущается, братья сестры, я хотел бы, чтобы мы помнили одну очень важную цитату пророка Исаии, который сказал в 8 главе 22 стихе. Он сказал когда-то такие слова, «но не всегда будет мрак, где он сгустел». Не всегда будет мрак, где он сгустел. Дорогой друг, дорогой слушатель, есть твоя жизнь, есть тьма. Я говорю о верующих людях. Я не знаю, чем это может быть связано, с личными переживаниями, в семье, в отношениях с Богом. Вы не можете побеждить грех. Обратите внимание на эти слова. не всегда будет мрак, где теперь он сгустел. Почему? Потому что взошла звезда утренняя, звезда Давида для каждого человека. Мы связываем этот день с возвращением нашего Господа за свою возлюбленную церковью. Братья сестры, на календаре Божьем, если можно так сказать, все решающие события, которые положили начало дня полного, ясного, светлого и вечного дня, они уже произошли. Земля уже увидела свет рождения Иисуса Христа. Вифлеемская звезда, небо озаренное было, ангелы возвестили, земля уже увидела свет воскресения Иисуса Христа, когда камень был отвален от гроба, и ангел провозгласил, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, и все это было наполнено светом великолепия. Земля была свидетельством его вознесения от этой земли, когда ангелы обратились к апостолам и сказали, что вы стоите и смотрите. Сей Иисус вознесшийся от вас придет таким же образом. Земля была свидетелем, и когда с неба пришел дар, пришла личность, третья личность Божества, Дух Святой на эту землю в своем великолепии и славе, и огненные языки почили, в виде огненных языков почили на апостолов, и это событие произошло в Божьем календаре, все события, связанные с приходом Иисуса Христа, совершились. Есть одно событие, которое ожидаем мы, восхищение церкви. Дорогая церковь, братья сестры, вы ожидаете Господа с неба. Ожидаем ли Его явление, чудное явление? Согласитесь, вот эта весь, она где-то немножко потеряла свою красоту, величие, свою актуальность, этой нашей суете, рутине, каких-то тревогах, беспокойствах. Я бы хотел, чтобы этот год, последний уходящий год, вот эти минуты, братья сестры, мы закончили именно на этой ноте, радостной ноте. Мы ожидаем Господа. Это будет удивительно, братья сестры, удивительное событие. Господь возьмет свою церковь в омкновение ока на облаке для встречи. Братья сестры, и затем Он поведет в удивительное место. Книга Откровения, 22 глава, 5 стих, написаны следующие слова. Ночи не будет там, и не будут иметь нужды не в светильнике, не в свете солнечном. Почему? Ибо Господь, Бог, солнце правды, звезда утренняя Давида освящает их. И будут царствовать как долго, во веки веков, дорогая церковь, можно улыбнуться, во веки веков, братья сестры, не будет ночи, не будет тьмы. Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает, близится утро, но еще ночь. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас преклонили свои колени, у кого есть возможность, и поблагодарили Господа в наших кратких молитвах от всего сердца. Господи, благодарим Тебя за утро, благодарим Тебя за утро воскресенья, за Давидову, звезду нашего Господа Иисуса Христа, благодарим за эту надежду на Его возвращение за Свою Церковью, и благодарим Тебя за то, что когда-то будет в истории Вселенной день, когда тьма, всякая тьма физическая, духовная навсегда исчезнет, и будет свет, будет свет во веки веков, который будет наполнять всю Вселенную с нашим Господом. Вас радует эта весть. Слава Господу. Аминь. Давайте поблагодарим Господа. Слава Господа.